Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы расскажем о том, почему копить долги невыгодно, как предостерегают школьников перед выходом на летние каникулы и традиционный рейд по тонировке. Но начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 37 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 186 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы Дорожно-патрульной службы, госавтоинспекции выявили более 49 тысяч нарушений по ДДРФ, в том числе 39 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 20 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 9 фактов управления ТС в состоянии опьянения повторно. Выявлено более 700 нарушений, связанные с управлением тонированным автомобилем, 86 нарушений совершили пешеходы, выявлено 20 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 127 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 34 нарушения допустили водители автобусов. 21 мая примерно в 22.50 в Рязанском районе на 20-м километре автодороги Рязань-Ряжск-Александр-Невский-Донков-Ефремов. 41-летний рязанец, управляя квадроциклом, по предварительной информации не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 47-летнего жителя Ступинского района. В результате происшествия водитель квадроцикла от полученных травм скончался. Проводится проверка. О том, как потерять милое сердце у Mercedes-Benz или лишиться своего УАЗика, который верой и правдой служил 10 лет, могут, можно сказать, должники, которых остановили на стационарном посту сотрудники госавтоинспекции. Они работают совместно с Федеральной службой судебных приставов и с помощью системы Паутина выявляют злостных должников, которые решили, что алименты можно и не платить. Так, те накопили задолженности на сумму от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей и в секунду теряют свой любимый автотранспорт. Но, конечно, до тех пор, пока задолженность свою не погасит. Эту киоцерата опечатывают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Цена такой иномарки варьируется от 500 тысяч до 2,5 миллионов. И сейчас ее изымают за долги по алиментам. В Рязанской области сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС госавтоинспекции МВД России в Рязанской области проводили рейдовые мероприятия в отношении владельцев транспортных средств, не исполняющих обязанности по выплате административных штрафов и прочих задолженностей. В ходе рейда при помощи специализированного программного обеспечения Паутина остановлен автомобиль киоцерата под управлением 32-летнего водителя. Как рассказали правоохранители, сумма долгов на собственники внушительная. А именно 4 миллиона 700 тысяч. Сразу же на место направили группу Федеральной службы судебных приставов. Здесь составили необходимые материалы, наложили на транспортное средство арест, опечатали его. После на эвакуаторе доставили на спецстоянку. Там авто будет стоять до полного погашения задолженности. Hyundai Accent, УАЗ и даже Mercedes-Benz A200 и Mercedes-Benz Vario – это только часть из общего перечня автомобилей, на которые наложила арест служба судебных приставов. Владельцы авто – не плательщики алиментов. Судебные приставы напомнили, что они могут производить арест имущества в ходе исполнения требований исполнительного документа. Сделать они это могут и без участия владельца. После этого арестованное имущество, как, например, автомобиль, может быть передан на принудительную реализацию. А все расходы по совершению исполнительных действий, например, хранение арестованного имущества, уложатся на плечи самого должника. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области рекомендует гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства. Регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств. На сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств». А также использовать возможности мобильного приложения ФССП России. Быть может, где-то там, за лесами, есть места, где уже автомобили свои не тонируют, и у сотрудников госавтоинспекции пропала необходимость проводить рейд под названием «Тонировка». А у нас в Рязани все-таки автомобили тонируют и нарушения выявляют. Напомню, с января по апрель выявлено свыше 9 тысяч нарушений по тонировке. За один только апрель – 3 тысячи. Статистика за май, конечно, еще подбиваются. Рейды проводятся регулярно. Поэтому совсем скоро эти цифры мы узнаем. Ну а пока о рейдах. Тонировка стекол автомобиля – это один из самых популярных методов тюнинга. Сегодня водители любят экспериментировать с большим ассортиментом пленок и их оттенков. И если раньше делалось это для защиты от солнца, то теперь во многом для придания определенного стиля. Вот только закон против излишней затемленности. В ГИБДД провели рейд по тонировке авто. Тонировать лобовое и боковые стекла в своем автомобиле водители любят. А вот расплачиваться за это не особо. Темные стекла – первое, на что обращают внимание сотрудники госавтоинспекции. Вот и сейчас рейд по тонировке только стартовал, а уже есть первые нарушители. Эти мероприятия проводятся не только на центральных улицах города, но также и в спальных районах и на отдельных улицах. Это все обусловлено тем, что граждане зачастую нарушают требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, которые регламентируют, что боковые стекла транспортных средств должны быть затонированы и иметь светопропускаемость на уровне не менее 70%. К сожалению, зачастую мы наблюдаем такую ситуацию, что стекла транспортных средств имеют светопропускаемость 5, 10, ну или даже меньше процентов. Штраф водителю придется заплатить в любом случае. И он небольшой – это 500 рублей. Однако своим легкомыслием можно легко увеличить его, причем не суммарно. Максимальное наказание – административный арест на 15 суток, если человек с тонировкой расстаться так и не захочет. Все это приводит к повышенному риску возникновения транспортных происшествий. В первую очередь из-за того, что излишне затонированное стекло автомобиля ухудшает видимость, а, соответственно, за снижением видимости следует и снижение реакции и возросший остановочный путь. Сотрудники госавтоинспекции Рязанской области призывают водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения и не допускать нарушений. Нарушения были. И все они связаны с установкой дополнительных предметов или нанесения покрытий, которые ухудшают обзор водителю. Напомним, светопропускаемость должна быть не ниже 70%. Процентовку, кстати, определяет сотрудник госавтоинспекции. В помощь ему прибор с соответствующим названием – тоник. И если цифра на экране меньше допустимой, составляется административный материал. В госавтоинспекции напомнили, что через тонированное стекло автомобиля обзор ухудшается также и для самого водителя. Все это повышает риск дорожно-транспортного происшествия. Особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Поэтому сотрудники госавтоинспекции вновь призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Подобные профилактические мероприятия под названием тонировка продолжатся и в дальнейшем на регулярной основе. Давно прозвенел последний звонок и теперь сотни, может быть, десятки, сотен школьников отправились отдыхать. Кто-то на пляже, а кто-то, может быть, колесить по ближнему зарубежью. Тем не менее, о правилах безопасности во время летнего отдыха забывать не стоит. Поэтому сотрудники госавтоинспекции поспешили основные правила детям напомнить. Сейчас введены новые дорожные знаки. Есть теперь знак движения на самокатах и на электросамокатах тоже запрещено. Но пока у нас в Рязанской области нет таких дорожных знаков, поэтому я вам его даже не стала добавлять. Но если вы поедете, например, летом отдыхать в Сочи, в Анапу, в Москву, то вы наверняка такие дорожные знаки там увидите. Изменения в правилах дорожного движения, а также устоявшиеся нормы, школьникам напоминают не просто так. Впереди каникулы. Три беззаботных месяца. Кто-то отправится в деревню, кто-то останется в городе, а кто-то наверняка будет вместе с семьей колесить по стране. И чтобы каникулы прошли спокойнее, основные постулаты ПДД, говорят сотрудники госавтоинспекции, надо повторить еще раз. Например, за городом в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами. Иначе без неприятностей не обойтись. Инспекторы привели печальную статистику и рассказали, при каких нарушениях ПДД дети чаще всего получают травмы. Это и переход через дорогу в дне пешеходного перехода, и выход из-за стоящих или движущихся транспортных средств, игнорирование сигналов светофора, катание на средствах индивидуальной мобильности вблизи проезжей части, и ходьба по ней. Даже если ребенок передвигался на электросамокате и сбил человека, тоже наступает административная ответственность. А также может и уголовная наступить. А это уже другие слушатели. Акция под названием «Пятерка безопасности» прошла в 51-й школе. Охват здесь больше. Совместно с сотрудником госавтоинспекции выступил и инспектор организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних. Она рассказала о четырех основных правилах из пяти. Напомнила ребятам, что нужно всегда быть на связи с родными. Рассказала о цифровой гигиене. И даже потренировалась с ребятами кричать такие фразы, как «Это не моя мама, это не мой папа», чтобы привлечь внимание взрослых, если детей пытается увести незнакомец. Четвертое правило – секретный семейный пароль, который можно использовать в случае непредвиденных ситуаций. А заключительное, пятое правило – безопасность дорожного движения, рассказывал уже сотрудник госавтоинспекции. Наиболее интересной все-таки для них – это тема дорожной безопасности, потому что каждый ученик сталкивается с переходом проезжей части, с управлением будто на велосипеде, электросамокате. Они задавали очень много вопросов на дорожную тематику, о том, где правильно кататься на электросамокатах, с какого возраста можно ими управлять, с какого возраста можно выезжать на проезжую часть, а также как получить водительское удостоверение, чтобы управлять мототехникой. Профилактические акции пройдут и в других образовательных учреждениях региона, вплоть до начала летних каникул. В администрации Рязани состоялось заседание рабочей группы по развитию и регулированию сервисов проката средств индивидуальной мобильности в городе. В ней принял участие начальник Центра дорожного и технического надзора Госавтоинспекции ОМВД России по Рязанской области. Обсудили несоблюдение требований безопасности при передвижении на электросамокатах. Был поставлен вопрос расширения перечня зон с ограничением скорости передвижения средств индивидуальной мобильности и соблюдения правил дорожного движения пользователями электросамокатов. На заседании было принято решение провести ряд мероприятий по обучению пользователей правилам использования средств индивидуальной мобильности на территории города. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. «Жизнь и дорога»